Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. К открытию готовится новое медицинское учреждение, центр диспансеризации. Здесь можно будет пройти первый этап диспансеризации. Пройти можно будет менее чем за два часа. Очередную встречу с жителями провел председатель совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. При необходимости мы обязательно привлечем органы прокуратуры, ну потому что это жизнь и здоровье наших жителей. В муниципалитете открылся еще один детский сад в рамках частного государственного партнерства. И ура! К открытию готовится новое медицинское учреждение, центр диспансеризации. Именно в нем будут проводиться профилактические осмотры взрослого населения, чтобы разгрузить мощности поликлиники. На территории Видновской районной клинической больницы завершается строительство центра диспансеризации. Модульное здание возводится в рамках пилотного областного проекта. В новом помещении можно будет пройти полное обследование организма без очередей. Ход работ проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Здесь можно будет пройти первый этап дистанциализации. Пройти его можно будет менее чем за два часа. Это достаточно удобно. Жители не будут никуда в другие места направляться. Здесь же будет и маммограф, и флюорограф, которые тоже готовятся к сборке. Здесь можно будет и анализа сдать, и врачи, специалисты пройти. Все необходимые кабинеты для профилактического осмотра населения собраны в одном месте и будут обеспечены современным диагностическим оборудованием. Это позволит более оперативно выявлять заболевания на ранней стадии. История возникновения именно вот этого объекта, модуля диспансеризации, она как раз связана с тем, чтобы развести потоки людей здоровых, которые приходят превентивно посмотреть и, может быть, найти какое-то заболевание, болячку, но она не открытая и, скажем так, даже не заразная для людей. И одновременно они не подцепят эту болячку, придя в поликлинику, куда, в принципе, человек приходит по необходимости, понимая с насморком или с какой-то простудой. Блок диспансеризации будет работать в две смены. В день обследования смогут пройти до 150 человек. Кроме проверки здоровья здесь можно пройти медицинскую комиссию для получения водительского удостоверения и вида на жительство. С нуля разработали само помещение, его оснащение, наполнение, количество кабинетов, форму, в том числе маршрутизация внутри. Сейчас в здании завершаются отделочные работы. Производится наполнение кабинетов мебелью и оборудованием. Открытие учреждения планируется весной. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Очередную встречу с гражданами провел председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Жители микрорайона «Первый квартал» уже не раз приходили к нему на прием. Отношения с застройщиком и управляющей компанией у людей, мягко говоря, не складываются. С какими вопросами они обратились к Станиславу Радченко в этот раз, расскажет Максим Козлов. Традиционно на прием к председателю Совета депутатов округа Станиславу Радченко люди приходят с пулом вопросов. Соответственно, и навстречу приглашаются руководители различных служб, готовые дать по ним расширенные комментарии. Одна из проблем, с которой пришли жители ЖК «Первый квартал» – огромное количество транспорта, нарушающего правила парковки. По словам представителя ГИБДД, здесь важную роль играет активность самих граждан. Очень успешно работает режим фото-видео фиксации. Потому что на каждого гражданина, который неправильно припарковался, невозможно представить инспектор. Мы не в состоянии решить данную проблему. То, что граждане присылают на портал «Добродел» на сайт нашего подразделения, на сайт управления ГИБДД Ленинского городского округа. Когда весь объем информации соответствует тому, что необходимо, должны получать страх. Отдельная проблема, характерная, впрочем, для всего Подмосковья – большегрузы, которые устраивают стоянки в самых разных местах, создавая трудности для других участников движения. Положительный опыт в решении этого вопроса в округе есть, его озвучил Станислав Радченко. И предложил воспользоваться такой тактикой применительно к дорогам в районе ЖК «Первый квартал». У нас есть Белокаменное шоссе, где я уже не первый день вижу сотрудника. Мне его безумно, если честно, жаль, особенно в плохую погоду. Но действует безотказно. Это была очень сильная, серьезная болевая точка. Значит, обращения направлялись жителями и главе, и в сайт депутатов, где запаркованность большегрузами, которые приезжают на Белокаменное шоссе, на склады, там пятерочки расположены и так далее, создавали, ну, чуть ли не два ряда эту пробку, которая потом тянется холостом до выезда на Каширское шоссе. Вот в который день я езжу, там пробки нету ни с утра, ни вечера. Много претензий граждане озвучили в отношении управляющей компанией «Брусника» и «Застройщика». От отсутствия коммуникации с жителями до передачи имущества на баланс компании ПТОГХ. Исполнение наказов жителей Станислав Радченко взял под личный контроль. Ну, если застройщик не слышит нас, да, неоднократные просьбы, да, мы, соответственно, обратились в помощь к администрации и к председателю Совета депутатов, соответственно. Они нам не первый раз помогают в решении наших вопросов. Но больше всего присутствующих поразила ситуация, в которой оказалась одна из жителей СЖК «Первый квартал». Из-за проблем с вентиляционным коробом, в котором, как выяснилось, остался строительный мусор, в квартире женщины начали активно развиваться грибок и плесень. С октября месяца я дома не живу, потому что нельзя просто делать. Я пока не обнаружила плесень, задыхалась. Два месяца мне пришлось для астматиков гормоны принимать. Это тоже, знаете, мне как бы не надо. Эту вещь мне пришлось вывести. Это все провоняло плесенью. И дальше она пошла в шкаф. Многочисленные обращения в управляющую компанию не имели совершенно никакого эффекта. И сейчас на совещании представителей УК «Брусника» тщательно записывали все сказанное, но сообщить что-либо по сути дела не смогли. И в этом случае инициативу в свои руки взял Станислав Радченко. Сегодня мы приняли такое промежуточное решение. Мы собираемся через несколько дней совместно с застройщиком, управляющей компанией. При необходимости мы обязательно привлечем органы прокуратуры, потому что это жизнь и здоровье наших жителей. В Ленинском городском округе открылся еще один детский сад в рамках частного государственного партнерства. Таким образом удалось значительно сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения и дать возможность детям заниматься в группах. Как это работает, узнала Юлия Погасьян. Десять лет назад у педагога и многодетной мамы Марины Коняхиной возникла идея создания собственного частного детского развивающего центра. Со временем к нему прибавился филиал для самых маленьких, а на днях бизнес-леди открыла третий, теперь уже полноценный детский сад с образовательной лицензией. Сегодня день рождения отмечает детский сад. В добрый путь пойдемте! И ура! Для меня, наверное, как для мамы в том числе, важно небольшое количество детей в группах, продолжительность рабочего дня, город видное, мы работаем до восьми включительно. Ради своих детей я дарю счастье детям всем остальным. Новый детский сад открыт в рамках частного государственного партнерства. Сюда могут пойти ребята, которые пока еще ждут в своей очереди в дошкольное образовательное учреждение. Стоимость такая же, как в муниципальном саду. Оставшуюся часть оплачивает администрация Ленинского городского округа. Я желаю руководителям, Марина Викторовна, я желаю, чтобы открывались еще и еще ваши филиалы. У вас все получается замечательно. Во-первых, лицензированная образовательная организация. И услуги дошкольные, образовательные услуги лицензированные. А это всегда гарантия, государственная гарантия. Таких частного государственных дошкольных образовательных учреждений в Ленинском округе уже три. Этот в шестом микрорайоне города видное рассчитан на 30 детей в возрасте от трех лет. Две группы, есть продленка. Доступно пятидневное и трехдневное посещение. Пищеблок, комната для сна, актовый зал. Большую роль в реализации проекта сыграла муниципальная торгово-промышленная палата. Микрорайон достаточно загруженный, очень много проживающих. Естественно, не хватает мест в детских садах. И я думаю, что этот детский садик поможет частично решить эту проблему. Также родителям доступен обширный список дополнительного образования. За отдельную плату, не покидая с детского сада, они могут выбрать для своего ребенка развивающие кружки. Спортивная гимнастика, хореография, логоритмика, иностранный язык и многое другое. Ну-ка, поворотчиком помажем. По-моему, у нас снимают скрытые камеры. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. 1 февраля в районе железнодорожной платформы Калинина произошел трагический случай. В связи с происшествием сотрудники отдела транспорта Ленинского городского округа провели на станции профилактический рейд, призывающий пассажиров быть особо внимательными. Каждый третий гибнет на железной дороге из-за невнимательности. Листовки с такой пугающей информацией раздавали пассажирам участники профилактического мероприятия. Причиной рейда стал трагический случай на станции Калинина. Обстоятельства те же. Пренебрежение звуковой сигнализацией световой. Красный свет горел на пешеходном переходе. Мужчина двинулся и избил его проходящий аэроэкспресс. Свидетелем происшествия была местная жительница Лидия Юшкина. И в среду вот ехала, а он здесь уже лежал вот в это же время. Ну что делать? Я так думаю, что здесь вот сейчас снег припорошил. Тут очень скользкий бугорок был. Он, наверное, на этот бугорок и поскользнулся. И его затянуло. Лидия Семеновна пользуется этой платформой для поездок в Москву и часто наблюдает, как нарушают правила и перебегают железнодорожные пути на красный свет. Вон опять дырку сделали в заборе. Оторвали лист и бегут напрямую. Не боятся ничего. А главное, жизни не дорожают. Больше не ровно. Печальная статистика насчитывает. В прошлом году в Ленинском городском округе произошло 10 случаев гибели людей при пересечении железной дороги. В ходе рейда с пассажирами проводили профилактические беседы о том, что остановить машинисту поезд мгновенно невозможно. Поэтому не стоит спешить и пренебрегать правилами безопасного перехода. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Рев моторов, комья снега из-под колес и море адреналина. В деревне Горки прошел третий этап гонок на выживание. Как это было, расскажем в нашем следующем сюжете. На третий этап зимнего сезона гонок на выживание в деревне Горки съехалось множество болельщиков. Да и участников было немало. На трассу должны были выйти 14 гонщиков из Москвы, Московской и Тульской областей. Битва намечалась жаркой. У нас только недавно разрешились гражданские шипы. И ребята пока химичат с резиной. Допустим, Андрей Березкий в рамках регламента. В прошлый раз он очень большое преимущество за счет шин получил. И просто как на рельсах уезжал от всех. Ну, ребята подтянулись. Посмотрим, как сегодня та же его резина будет работать. Из-за нововведения некоторым участникам пришлось менять резину прямо перед первыми заездами. Впрочем, на боевом настрое это никак не сказалось. Комиссия посчитала шипы на колесах. Есть технические правила, которых указано на погонной 10 сантиметров 12 шипов. У меня получилось 13. Решилось выдергивать лишние шипы сейчас. Готов биться за первое место. Но зимой не ездил в этом году еще ни разу. Наверное, будет сложно, потому что трасса очень скользкая. Настоящей звездой третьего этапа стала голубая «Лада Порша». Ее 18 лет назад начал собирать постоянный участник гонок на выживание мотокросса Павел Чижов. Но, увы, довести дело до конца ему не удалось. 15 лет назад спортсмена не стало. Его друзья решили воплотить мечту товарища в жизнь. Это первый выезд автомобиля на трассу. Даже не важно, что там она выиграет, не выиграет. Конечно, говорю, все. И Александр, который поедет на ней, он говорит, сам не ездил сколько лет уже. Сам факт того, что вот она есть, она на ходу. И как это, как хотел он сделать боевую машину, вот они доделали боевую машину. Главная память. Я выехал на старт, больше мне ничего не надо. Как она сломается, не знаю. Мы не приехали за медали. Это ждать сегодня бессмысленно. Мы приехали именно отдать дань памяти Павлу Константиновичу Чижову. Потому что он очень много нам помогал. То есть, и до сих пор, как говорится, помогает. Первые три заезда борьба за выход в финал была нешуточная. Но все участники были настроены только на победу. Отлично. Все нормально. Каша небольшая, ничего. Нормально. Ага. И как вообще настроить? Будем побеждать. Я вот по количеству зрителей, по количеству машин, видно, что оно становится все более популярным. Потому что народу нравится. А сегодня, тем более, по-моему, рекордное количество за все эти гонки, 14 экипажей, это много. То есть, борьба все обостряется. Гонщики начинают готовить посерьезнее машины. Это приятно. В итоге, в третьем этапе зимнего сезона, гонок на выживание, первое место занял Антон Рыжиков из Новомосковска. Второе – Сергей Щетинин из Москвы. А третье досталось Даниле Соколову из Домодедова. Следующий этап пройдет 24 февраля. Екатерина Борисова, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ. После выпуска новостей на нашем канале смотрите сериал «Не было бы счастья». А у меня на этом все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова